Требуем срочно очистить их от снега на ледни сосулек за неисполнение административной штраф. Это объявление появилось на одном из домов в заводском районе. Валентина Викторовна не верит своим глазам. За неочищенные от сосулек козырьки балконов штраф 50 тысяч рублей. Подпись – госжилинспекция области. Пенсионерка говорит, лучше бы за работой управляющих компаний следили. Снег с крышни чистят, сосулек там тоже хватает. У меня соседка с этого, отсюда, шваброй там, с кондиционера сшибает. Вот как нормально. Ну я вышла на балкон, тоже шваброй подзвивала сосульки. Сосульки ладно, но как его почистишь, хоть самовольно, хоть нет. Так мы самовольно сделали, а оно все течет. А если крышу не чистят, они... В управляющей компании «Энергия-1» рассказывают, что не знают, кто расклеил эти объявления. Коммунальщики не исключают, что так могли поступить и сами жильцы. Альпинистов нам сбивают сосульки. А люди приходят сюда, с козырьков нас тоже просят сбить. А у нас работают альпинисты. Может быть, сами жители, кто-то умный и напечатал это объявление по весу. Госжилинспекции области от авторства этих объявлений отказались. Они контролируют напрямую работу управляющих компаний. Им и выносят сначала предостережения, потом уведомления о проверке и в финале уже об административном правонарушении. В конце декабря последних документов было чуть больше десяти, а предупреждений было около сотни. Если имеются такие факты, что снег или наледи, имеется вероятность схода, падения с таких козырьков самовольно установленных, Мы, прежде всего, привлекаем определенные предписания управляющей компании и можем ее привлечь за ненадлежащее содержание и контроль за общим имуществом многоквартирного дома. А уже управляющая компания должна делать предписание таким собственникам. Только вот в том же заводском районе, где и появились угрозы с серьезной суммой штрафа для жильцов, крыша, за которой отвечают управляющие компании, в наледи. Поэтому на одном из объявлений жильцы дописали, а кто ответит за трехметровую сосульку, свисающую с водостока. Надежда Новикова, Роман Шевдяев, Саратов, 24.